В Кировской области в последнее время все больше людей стало охотиться за антиквариатом. И большинство делает это нелегально, то есть неименно раскопки разрешения. Ловить нарушителей в рейд вышли полицейские и представители Департамента культуры. Кто может копать, а кто нет. И чем такие раскопки вредны, узнала Ирина Сырцева. Среди инспекторов не только представители полиции, но и Департамента культуры. Орловский район в их списке первый, потому что на картах так называемых черных археологов, нелегальных поисковиков, здесь больше всего мест, где еще не ступала нога археологов профессиональных. Выкопанные ценные артефакты уходят в частные коллекции. Для исследования истории их уже не использовать. Чем глуше поля, тем больше небольших ямок мест раскопок, где сработал металл и детектор. Чтобы не спугнуть возможно работающих неподалеку копателей, автомобили пришлось покинуть. Идете пешком, а мы потом подъедем на машине. По рации сообщив. Долго ждать встречи не пришлось. То, что путник неравнодушен к археологии, видно было издалека. Кроме лопаты, с собой металлодетектор стоимостью 35 тысяч рублей. По словам молодого человека, искал так называемую конину – украшение для лошадей. Найденные предметы, сказал ему, нужны исключительно в целях искусства. Музей хотел я относить. У меня картина есть из крестиков. Я бы хотел, конечно, свою надпись сделать. Ну, что я как бы сделал. И музей ждать. Ребенка приведу, покажу вору. Еще задержанный рассказал представителю полиции то, что в лесу он не один. Там вот, видел, люди ходят. Мы сейчас проедем после вас дальше. Но тут же, видимо, одумавшись, решил предупредить коллег, о чем сразу сообщил в сеть на форум единомышленников. Пошел в лес к ручью, типа руки помыть. Сообщил по рации другу. Пусть прячется. Ходят тут всякие. Ладно, хоть рацию не нашли. Раздевали, чуть ли не до трусов все шмонали. Среди найденного оказались и довольно ценные, на первый взгляд, вещи. Я первый раз такую вижу. Александр, конечно? Угу. Полушка Александра второго. Видал такую? По словам представителей Департамента культуры, по таким уже изъятым из земли вещам восстанавливать историю очень сложно. В первую очередь страдает культурное наследие. Штраф за археологическую деятельность без официального разрешения составляет от полутора до двух тысяч рублей с конфискацией оборудования. Значит, беру объяснение с данного гражданина по обстоятельствам произошедшего. В дальнейшем составляется административный протокол по статье 7.15, часть первого кодекса об административных правонарушениях. Часто такие протоколы составляют? Не часто. А точнее? Это мой впервые. Этот изъятый металлоискатель в области первой. Сейчас в правительстве региональном обещают делать такие выезды чаще. А в правительстве российском рассматривают законопроект, по которому продавать металлодетекторы будут как оружие охотникам, только тем, у кого есть разрешение на проведение поиска или раскопок. Ирина Сырцева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича. Продолжение следует...